Я Михаил Казиник, я на радиостанции BFI. Эта радиостанция находится в городе Чикаго, в третьем по величине городе Соединенных Штатов Америки, в городе Ветров, в городе на берегу озера Мичиган. Я обращаюсь и к чикагцам, и ко всем на земле, кто говорит по-русски, кто попадет на эту программу, кто ее услышит, и к тем, кто зайдет на мой сайт kazinik.ru, и там тоже будут лежать эти программы, и те, кто зайдет на сайт Facebook, на BFI-радио. Добро пожаловать! Мы говорим в этих программах о свободе. Если все будет хорошо, если все удастся, то, наверное, именно отсюда я дам в ближайший год целый цикл программ, посвященных культуре, парадоксам, мысли, поэзии. Я хотел бы, чтобы меня услышали все, для кого русский язык — это первый язык, родной язык, это удивительный язык, язык, на котором действительно можно выразить бесконечное количество мыслей. Я хочу рассказать вам одну историю. Это произошло в Швеции, когда я проводил целый проект, когда меня в течение трех лет слушали 100 тысяч молодежи, представители молодежи целого региона Швеции. Я приезжал в течение трех лет, сначала давал сам концерт и с пианисткой, разговаривал с огромным количеством людей, потом с оркестрами, потом с театром. То есть мы шли по пути постижения искусства, культуры. Я получил массу отзывов в виде стихов, рисунков, мыслей и так далее. Я был очень рад. И вот эти три года показали, что можно затронуть большое количество людей и вызвать в них потрясение искусством. И вот однажды, во время одной из первых же встреч, когда она закончилась, я шел окруженный студентами-гимназистами, а моя пианистка, которая водила машину, вдруг неожиданно сказала, знаете что, я вам даю еще 15 минут, я поеду на заправку, заправлюсь сейчас бензином, маслом, а вы пока говорите со студентами, говорите с гимназистами, пусть они с вами пообщаются. Ребята говорят, я вам даю еще 15 минут. Они кричат, ура, но только они вдруг на меня смотрят, когда она уезжает на машине, смотрят такими странными глазами. Я говорю, что такое? Они говорят, вы только что говорили на таком прекрасном шведском языке, а теперь вдруг такая странность. Я говорю, какая странность? Ну как это звучит? Машина. Я говорю, что, неужели это так звучит? Они говорят, да, сплошные гласные звуки. Я так остолбенел. Мой любимый язык, мой родной язык, один из самых красивых в мире, выразительных, язык Пушкина, язык Гоголя, язык Толстого, язык Достоевского, язык, на котором написано столько всего. И вдруг так он звучит для шведской молодежи? И тут я вдруг сообразил их. Я говорю, ребят, все понял. На русском языке, когда люди говорят на нем, очень важно, о чем говорят. Вот сейчас я вместе с пианисткой моей говорили о машине, об автомобиле, о заправке, о бензине, о масле, о том, что... В общем, вот такой бытовой разговор. А вот сейчас я вам что-то другое скажу. Догадаетесь, о чем это или нет? И я начинаю. Слыхали львы, заросший глаз ночной, певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели, звук унылый и простой. Слыхали львы? Они говорят, ой, как красиво. Я говорю, как вы думаете, о чем это? Они, не зная ни слова, по-русски говорят, это явно про любовь. Точно говорю, про любовь. Это у нас 15-летний Пушкин влюбился первый раз в Катеньку Бакунину и сразу написал такие стихи. Что вы услышали? Они говорят, это сплошное ля-ля-ля, ля-ля, поля, молчали. А вы действительно слушаетесь, да? Слыхали львы, заросший глаз ночной, певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренний молчали, свирели, звук унылый и простой. Слыхали львы? 16 льв в четырех строчках, да еще ля-лю-ли-ля. Они говорят, это невозможно, это так красиво. Я говорю, вот, как только мы говорим не о заправке автомобиля, а о любви, русский язык абсолютно меняется, становится певучим, любовным, музыкальным. Я говорю, а теперь о чем? И начинаю. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Я говорю, о чем это? Они говорят, это про космос. Я говорю, точно, абсолютно четко про космос, про памятник нерукотворный, то есть памятник, который воздвигается космическим пространством, благодаря поэзии гениального поэта. Они говорят, так он же грохочет весь стих, кричит. Я говорю, конечно, грохочет, потому что он не про заправку и не про любовь, а про космос, совершенно верно. Вот такой язык. А сейчас говорю, что будет, и читаю. Целый кусочек такой. Уже темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорее, там упоительный, рассиний, европы баловень, орфей не внемли, критики суровый. Он вечно тот же, вечно новый, он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, все в неге, в пламени любви, как поцелуи молодые, как зашипевшего аи струя и брызги золотые. Но, господа, дозволи ноль, свином ровнять дурами соль. Они говорят, это ты нас обманул, это ты читаешь на итальянском языке. Я говорю, нет, это не на итальянском, это по-русски. Только здесь Пушкин пишет об опере итальянской. И как только русский язык начинает говорить об итальянской опере, он тут же становится немедленно итальянским. Но, господа, дозволи ноль, свином ровнять дурами соль. Если говорить на итальянском языке, то язык, в отличие от русского языка, двинется к затвору зубов. Он начнет клокотать и такими трелями отремолировать зубы. Вот это вот компанелла, вот тут же в русском языке вдруг язык перестал быть мышечным и стал вот этим самым колокольчиком. Колокольчиком звучать. Они говорят, вот это да. Я говорю, вот видите, какой язык. Вот его особенность. Конечно, когда речь идет о заправке автомобиля, то о чем там говорить? Конечно, машина. Вот это для меня, для самого было очень важно, потому что действительно наш язык обладает уровнями, такими уровнями, которого не знает, пожалуй, ни один язык мира. И это очень хорошо, естественно, легко воспринимать через поэзию. Но и русская музыка, она удивительным образом владеет вот этим языком, вот этой речью, а я уже говорил вам, что музыка это высшая риторика, это продолжение речи невербальными понятиями. Поэтому, когда мы слушаем много произведений русской музыки, мы испытываем особое состояние, особое впечатление. Вот давайте мы сейчас с вами послушаем немножко из Чайковского. Я хочу, чтобы вы услышали вальс из серенады для струнных. Это музыка любви, это музыка света, это музыка петерговских фонтанов, это музыка воды, это музыка радости, это музыка гармонии, это музыка переклички весенних голосов, это музыка счастья и света. Послушайте ее. И я думаю, сегодня вы испытаете особое впечатление. Такое же, как когда мы смакуем и ощущаем красоту русской речи. Вот Чайковский вальс из серенады для струнных. Насладитесь им. Почувствуйте, как вас отпускают все каждодневные проблемы, как вы оказываетесь буквально в полете, вы оказываетесь в красотах невиданных архитектуры, вы видите удивительных людей, вы начинаете светиться радостью, счастьем и красотой. Услышали? Испытали это состояние? Испытали это ощущение? Вот, видите? Это рождено на русской земле? И вот как раз то, о чем я вам рассказывал сегодня, что русский язык может быть итальянским, может быть космическим, может быть языком заправки автомашины, может быть языком любви, языком космоса. Вот здесь, в этой музыке, вы услышали как бы русскую речь и вместе итальянскую речь, потому что у Чайковского ассоциация с итальянской архитектурой, которая немало есть в Петербурге, и вы услышали французскую речь, потому что вот эти фонтаны напоминают нам о фонтанах парижских знаменитых дворцов, да и фонтаны Италии, Рима, и вместе с тем совершенно непередаваемая славянская интонация. И вот в этой музыке, как и в речи русской, сконцентрировано огромное количество состояний. И вот сейчас мне почему-то очень хочется прочесть вам одно свое стихотворение в завершении нашей программы. Я написал его, стоя на Воробьевых горах. Стихотворение называется так. «Вечер на Воробьевых горах, бывшие Ленинские, бывшие Воробьевы». Вот такой стих о вечности искусства и творчества. За калейдоскопом Переименований И переворотов Можно не услышать Старых колоколен И коронований, Где дома горбаты И покаты крыши, Где живут, скрываясь, Спасы и покровы, Там, где заблудились Пастернак и вечер, Там, где пишет мастер И стучит по кровле Дождь, который с неба И который вечен. Вот это вот ощущение Вечности, Которое передается через слово, Через звуки музыки, Оно необычайно ценно. И я очень прошу вас Не потерять этого ощущения. Может быть, послушайте Потом эту программу еще раз. Они очень хитрые, Они не длинные, Они достаточно короткие. В наше время, Когда все спешат, Когда нет у всех времени Сесть в кресле, Раскинуться и надолго, Заслушаться. Я хочу просто дать вам Эти маленькие прививки, Энергетические уколы, Энергетические витамины, Витамины музыки, Поэзии, Вечности, Красоты, Открытий. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Козинник.